Можно ли отделять жизнь человека телесную от духовной? Нельзя! Именно об этом сегодня свидетельствует нам евангельское повествование, которое читалось сегодня во всех православных храмах. После того, когда Иисус Христос изгоняет из гадаринских бесноватых легион бесов и снова возвращается, как сказано, в город свой, а свой город – это Капернаум. Это не Вифлеем, где родился Христос, это не Назарет, где прошло его детство, это город Капернаум, где он прожил большую часть своей земной жизнью, проповедуя, уча и наставляя людей добру, любви и милосердию. И вот, возвратившись в город свой, то есть в Капернаум, к нему приносят расслабленного, то есть больного человека. Сегодня существует храм на месте, где Христос исцелил расслабленного. И вот, когда к нему принесли расслабленного его друзья, то Христос говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои, возьми одр твой и ходи». В этих словах заключается удивительное свойство сочетания греховной жизни и тела человека. Да, человек был грешен. А кто из нас без греха? Кто из нас по грехам своим не болел, не страдал, не мучился? По слову Иоанна Богослова, что такое грех? Грех – это всякое беззаконие. Если мы возьмем в мирской обычной жизни, что такое беззаконие? Есть, допустим, правила дорожного движения. Если ты пошел на красный свет, ты уже являешься угрозой не только для себя, но и для других. Если ты нарушаешь правила земного бытия, правила общежития людей, то ты подвергаешь опасности и себя, и других. Если ты даже нарушаешь правила умеренного питания, объедаясь, отпиваясь, неужели непонятно, что это нарушение ведет к заболеваниям для тела человека? Насколько связан духовный мир, закона Божия, закона естественной природы с человеческим естеством. И вот когда он нарушается, то мы неминуемо начинаем страдать, болеть и мучиться. И вот за некие грехи, за которые Господь и попускает нам болеть, мы должны в первую очередь исцелять свои недуги духовные. Не ждать, когда придет пост, чтобы поисповедаться, а как только упадем, согрешим, а может быть оступимся, нужно срочно, нужно сразу приходить в храм, исповедать грехи свои. И Господь на исповеди прощает нам согрешения наши. И человек получает исцеление своих, прежде всего, недугов духовных. То есть он примиряется с Богом за свое нарушение закона Божия. И выздоравливает его тело. Вот почему законы духовного мира неразделимы с законами мира телесного, мира материального. Раньше во Святой Руси, еще до революции, врачи всегда советовали перед операцией прежде всего сходить в церковь, поисповедаться и причаститься к святых христовых тайнам. Почему так делали доктора? Потому что они знали, что мы врачи телес, но есть врач душ, Христос. И ты должен прежде операции или операционного вмешательства должен очистить свою душу, а уже тогда приходить ко мне врачевать свое тело. В сегодняшнее нелегкое время врачи в лучшем случае относятся к телу человека, как к телу. Не видят в нем личности, не видят личности духовной, не освобождают человека от духовных недугов и не отправляют людей на исповедь. А хотя раньше это был обязательный закон. Запомните и вы, никогда не ложитесь в больницу без исповеди, без святого причащения. Всегда получите прощение от своих беззаконий, от своих грехов, а только тогда обращайтесь к врачам телесным, и лишь тогда можно надеяться на врачебную помощь. И, конечно же, сегодня еще он на себя обращает внимание очень важная деталь, на которой хотелось бы особо остановиться. Это те, кто принесли расслабленного к Иисусу Христу. Это были его друзья, которые не оставили его. Это еще один урок всем нам, не оставлять тех, кто имеет нужду в нашей помощи. И если мы обратим свои взоры именно к этому больному, к несчастному человеку и увидим в нем себя, согрешившего, нездорового человека, именно которого принесли к ногам Христа, мы должны для себя уяснить очень важную и простую вещь. Как важно иметь друзей, как важно иметь родных. Ведь кто первым приходит на помощь? Это родные и близкие люди. Те, которые всегда рядом. Те, о которых мы с вами заботимся. Они не оставят нас без попечения о нас с вами. Второе. Это наши друзья. И поэтому друзей должно быть больше. Тех, которым мы помогаем вне родственных связей. Это очень важная связующая нить. Ведь принесли расслабленного друзья. Видимо, этот человек, который тяжело заболел, имел много друзей. Тех, которым он сам помогал, ради которых жертвовал своим временем, своим имуществом, своим материальным состоянием. И эти друзья вознали ему благодарностью. Они принесли его к врачу души, телес ко Христу. И, наконец, это те друзья, которых мы имеем на небесах. Это наши святые. Святые угодники Божии. Ведь они молитвой своей укрепляют нас и приближают нас ко Христу. У каждого из нас есть свои небесные покровители. Прежде всего, те имена, которых мы носим, это первые ближайшие наши друзья на небе. Наши небесные покровители, ангелы, наши хранители. Это те, в честь и во имя которых мы крещены Георгием, Николаем, Петром, Иоанном, Татьяной, Софией, Марией и так далее. Это все наши друзья небесные. И если мы почитаем, к примеру, Серафима Саровского, то этот наш небесный друг не оставит нас без попечения и заботы перед Христом. Он помолится и его молитвами за нашу молитву к нему и любовь к нему воздаст благодарение. Если ты почитаешь Сергия Радонежского, почитаешь Николая Чудотворца, почитаешь Святую Софию, ее детей, веру, надежду, любовь, они помолятся за тебя. А потому вынесем самый главный урок из сегодняшнего евангельского чтения. Будем помнить, что мы зачастую болеем по своим грехам. И как только согрешим, обязательно поспешим на исповедь. Будем стараться помогать другим, конечно же, в первую очередь, тем, кто живет рядом с нами. Нашим родным, близким и дорогим нашему сердцу людям. Будем помогать и заботиться о наших друзьях, тех, которые нас таковыми для себя считают. Это очень важно иметь сегодня, в это непростое время, тех, которые придут тебе на помощь. И, конечно, те святые, которых мы почитаем на земле, обязательно помогут нам с небес, обязательно приблизить нас ко Христу и помогут нам с вами исцелиться. И мы с вами тогда услышим слова Христа «Иди, чадо, и прощаются тебе грехи твоя, только иди и не греши впредь, дабы не случилось с тобой чего горше». Давайте же напишем эти слова на скрижалях своих сердец. Те слова, которые сегодня произнесены в церкви, те, которые мы с вами слышали из апостольского послания. «Будем же тщанием неленивее, духом горящие и Господеве работающие. С праздником всех вас! Мир вам! Божье благословение! И храни всех вас Христос!» Субтитры создавал DimaTorzok